Микс Ньюс В гостях Юлия Лочмала и мы сейчас будем говорить о фестивале Золотая Маска, о летних проектах, о прекрасном культурном. Да, все доброе утро, всем все прекрасное утро. Как я рада, что я вчера не совсем здоровая, лежала на пляже, загорала и думала, и все так раз, раскинулись и говорят, завтра дождь пойдет, надо позагорать. Дождь пошел, и все счастливы, потому что, во-первых, позагорать успели, дождь пошел. А вот для организаторов культурных мероприятий, особенно летом, нужна хорошая погода или плохая погода? Вот чтобы дождь или солнце, чтобы вот на Агутино пришли, чтобы на Супачок? Вот понимаешь, Олег, самая большая проблема, что я не знаю. Вот не знаю, вот сколько лет работаю в этой сфере, и с одной стороны, хорошо, когда нет погоды, вроде бы люди должны идти на культурные мероприятия, но вечером, летом в Юрмале, да, но ты уже так вот... Устаешь. Устаешь от этого отдыха, что как-то хочется что-то поменять в своей жизни к вечеру. Ну и вообще, это же нормально, скоро приедем, у мамы осталось три вечерних платья. Надо куда-то же выйти, это же нормально, женщина должна готовиться к сезону. Вот у нас, например, есть осенний-зимний сезон, да, в оперу там пойти, балет посмотреть, драматические спектакли, однако, обсудить. Вот, фестиваль «Золотая маска» тоже осенью, а летом же тоже всякие разные концерты. Где есть и куда и джинсы одеть, и вечернее платье, и с умным видом послушать хорошую классическую музыку, причем не только с умным видом и с большим удовольствием, а иногда хочется как-то вот им, да. А в дзинтере приходят прямо не только в джинсах, но и в таких нарядах, что и в опера позавидуют. Это да. Вот это, вот то, что увидишь летом в дзинтере, если честно, не увидишь нигде. Может быть, только на Каннской дорожке, на Красной дорожке где-нибудь, в каком-нибудь крупном кинофестивале, когда тепло и лето. Что ждать нам, начнем с «Золотой маски». Да. Правда, мы не в хронологическом порядке, но мы зато… Октябрь, да. Октябрь. Что ждать? Будут, ну, во-первых, у нас будет, я сразу спойлер закину, у нас будет тот самый Богомолов. Да, у нас будет тот самый Богомолов. И, конечно, если честно, я небольшой поклонник современного театра. Ну, скажем так, есть театральное пространство, которое я иду и понимаю, что я получу определенный ряд эмоций и уйду с каким-то зарядом чего-то, а есть театр, когда я иду настороженно. И вот, если честно, я на спектакле Богомолова шла, конечно, с настороженностью. И так приятно, когда ты идешь и получаешь абсолютно, ну, такой… эмоции с плюсом, чем с минусом. И вот здесь, когда я посмотрела последнюю работу Богомолова «Слава», я уже, конечно, наслышана была, что это… Вот одно слово, когда критики говорят, это надо видеть. Вот это надо видеть. Я своим коллегам московским, которые смотрят, отсматривают все. И для международных проектов, и для программы «Рашн Кейс», и для «Лонг-листа», ну, чтобы… потому что, когда, вы понимаете, приезжает «Рашн Кейс», международный партнер, она понимает, что вот это «Авиньон», там, вот это фестиваль в Румынии, вот это «Немцы», и у них у каждого есть свои стратегии фестиваля. И куратор международных программ говорит, вот вы знаете, посмотрите этот спектакль, мне кажется, он вам подойдет. Так вот, спектакль Богомолова «Слава» взяли все страны, которые как-то были связаны с постсоветским пространством. Впечатлил. Да, потому что вот это вот, как я говорю, хирургическое вмешательство в пьесы Чехова, Горького, Достоевского, романы и пьесы, да, и то, что иногда современные режиссеры делают с этими произведениями, не все приемлют. Да, но там кто-то кому-то нравится, кто-то понимает. Но это не все поймут. Здесь поймут все. Вопрос, как вас примут. Потому что первый раз, ну он, конечно, такой эпатажник, это вот точно. Вот я хотела как раз спросить, ждать эпатажник. Ну, представьте, Виктор Гусев, самый знаменитый драматург 30-40-х годов, лауреат сталинских премий, который пишет знаменитые «Свинарка и пастух», «Волга, Волга», вот эти сценарии в стихах. То есть он оригинальные пьесы свои писал стиха конкретно для фильмов и конкретно для спектаклей. Его пьеса «Слава» шла во всех драматических театрах Советского Союза, на всех драматических площадках. А в ВДТ, вот я сейчас не совру, там было написано какое-то неимоверное количество раз, 209 раз, с 1936 по 1939 год. Ну, то есть сталинский любимец, можно сказать. Да, и вот эта пьеса «Слава» шла 209 раз с полным аншлагом. Ну, аншлаг полный не бывает, но то есть абсолютно полный завод. И он взял эту пьесу, абсолютно сохранил весь текст. И просто спокойно вот этим своим абсолютно низкоэмоциональным в каких-то случаях, но при этом абсолютно достоверно рассказал эту историю. Ему, конечно, колоссально повезло, потому что то, как играют артисты ВДТ, и как играет Нина Усатова, вот эту знаменитую мать, у которой все сыновья герои. И вот это вот звучит. И больше всего меня поразило на этом спектакле, что я видела, что в одном и том же месте, на одной и той же фразе молодое поколение смеется голос, а у стариков течет слеза. Причем все абсолютно откровенно это делают. Потому что те люди, которые как бы понимают, о чем, которые как бы через себя это пропускали и помнят это все, и видели, и вообще понимают, о чем речь. Меня на самом деле, меня раза три зацепило так вот серьезно. Потому что вот эта вот советская наивность, да, а ты понимаешь, что люди так же жили, они в это верили. И была эта девушка-летчица, которая ради любимого летела сквозь грозу, там везла эти, хотела сказать, музыкальные инструменты, медицинские инструменты, лекарства. И вот она мучилась, что она вот сначала ему не поверила в его порыв, а потом, значит, то есть они так жили. А наша молодежь, вот наше поколение, они не понимают, что то поколение так жило. И что 50 процентов, ну, я не буду говорить 100 процентов, но точно 50 процентов так жили, в это верили, совершали эти поступки. А у них это воспринимается, как, знаете, американский фильм про Сталина. Такой сильный. Немножко гиперболизированный такой, да? Да, да, причем это все какая-то сатира, степа и так далее. А вот, слушай, ну вот я сразу задам вопрос. А что, собственно, Богомолов хотел получить? Это была сатира гиперболизированность или все-таки он хотел показать реальность? То есть вот так люди жили. А мне кажется, он, конечно, прежде всего он хотел столкнуть лбами. Поколение. Поколение, да. Абсолютно. Ну, при этом на примере сидел его отец, и я смотрела, кстати, тоже реакцию, потому что у них действительно отец-сын тоже достаточно сложные взаимоотношения. Мне кажется, что вообще творчество Богомола во многом связано с отношением отец-сын. Мне кажется, он работал еще и на поколении своего отца. Какая реакция отца была? Покол? Там, где смеялась? Нет, 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 нет. Видно было, что он был доволен этой работой своего сына. А этот спектакль, это больше работа Богомола? То есть здесь актерская или режиссерская все-таки? Ой, конечно, слушайте, но актерская работа, вот если кто-то смотрел бы ДТ Пьяный, то, что мы привозили, во-первых, половина актеров именно этот состав. Совершенно гениально. Все-таки, конечно, актерская школа, но это вот у них совершенно своя актерская школа, которая отличается, там, Додинцы играют по-своему, БДТ играют, актеры БДТ по-своему, актеры МХТ играют Горького и Чехова по-разному, да? Но меня подкупает, насколько профессионально и при этом с такой ответственностью работают просто. Ладно, ну, в общем, это надо смотреть, то же самое надо смотреть Сережа. Я хочу сказать, что Сережа МХТ, им не Чехова, да? Крымов. Это надо, это ассоциации, связанные с романом Льва Николаевича Толстого, Анна Каринова. Это то... Но там не такая концовка? Нет. То есть поезд будет? Нет, поезд маленький, такой маленький, паровозик по сцене. Вообще какой-то идет... Это символизм. Абсолютный символизм, но я так поняла, что это отношение маленького мальчика Сережи к тому, что происходило вокруг него. Вот первое, что мне пришло на ум, что это то, что происходило в романе, отношение между родителями... Глазами мальчика. Глазами мальчика. Вот это абсолютно мое ощущение. Хотя, конечно, понятно, что Крымов дает все свои ассоциации, все свои символы, именно свои. Но вот не просто так Сережа называют. Плакать придется? Нет. Конечно, где-то абсолютно у всех мам защемит сердце. Во многих местах. Но там, конечно, и очень большое ощущение того, что Каренин через себя пропускает тоже эти события. Анна Каренина, Вронский. Там все вроде есть, но это абсолютно не роман Анны Каренина, на мой взгляд. Это такие, знаете, пролетающий ветер над романом Анны Каренина. Ну вот, если мы посмотрим даже описание тоже Сережи, собственно, сам Крымов говорит о том, что он хотел сделать Анну Каренину, но не совсем как Анну Каренину. То есть там это будут какие-то отдельные, отдаленные мотивы, напоминающие, собственно, этот великий роман. То есть ни Левина, ни Китя, ни Кваса, ни рубахи, аппетитных стерлядей, устриц тоже не будет. А что будет тогда? Как же без устриц? И стерлядей. И стерлядей. Я даже не знаю, что вам ответить. Мы как, вот Юля подумает, что нам ответить. У нас сейчас перерыв на новости, мы потом вернемся и поговорим дальше о Золотой Марсе и о лених проектах. Доброе утро, любимая. Английский чай Ахмат. Хорошее начало. Удачного дня. Новости о Латвии на радио Болтком. Здравствуйте, я в студии Юлия Михайловская. Президент Латвии Раймонтвене сегодня посетился с однотневным визитом Украины, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский, напомним, 21 апреля выиграл второй тур президентских выборов на Украине, получив почти 73% голосов избирателей и одержав убедительную победу над прежним главой государства Петром Порошенко. В воскресенье вечером в Сау-Красто автомобиль врезался в дерево, его водитель погиб, а пассажир пострадал, сообщает государственная полиция. Трагическая авария произошла около 10 часов вечера на главной улице города, улица Айнежо. Мужчина 85 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz врезался в дерево и погиб на месте происшествия, а его пассажир получил травмы. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, в том числе 2 пешехода и 3 велосипедиста. Латвийская ассоциация больших городов и Латвийский союз самоуправления в сотрудничестве с городскими домами и региональными университетами в мае и июне организует цикл из семей конференции проблем развития латвийских территорий. Задачей цикла конференции является поиск ответа на вопрос, является ли административно-территориальная модель, предложенная Министерством охраны среды регионального развития, наилучшим решением для развития латвийских регионов и экономического роста всей страны. Юлия Михайловская, служба информации, Радио Болтком. Эластичный заем от ВИА-СМС. Возможность быстро и удобно занять до 3000 евро. Не подстраивайся под займ, потому что теперь эластичный заем ВИА-СМС подстраивается под тебя. Погаси всю сумму сразу или внеси минимальный платеж, а остаток погаси позже. А если ты являешься новым клиентом, заем до 3000 евро первые 30 дней без комиссионной платы. Узнай больше и подай заявку via-смс.lv. Занимай ответственно, оценив свою возможность вернуть заем. Встречай лето вместе с ЮСК. С 21 мая по 3 июня на все занавески скидки от 30%. На все комплекты садовой мебели с низкими столами скидки от 25% до 40%. Жизнь и сон по-скандинавски. Покупайте и на юск.лв. Вам дорого ваше имущество? Вы боитесь стать жертвой кражи со взломом? Если ваш ответ «да», обезопасьте свой дом пока не поздно. Эвер М предлагает всех видов охранную и пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и мониторинг, GPS-мониторинг, а также другие услуги. Подробную информацию о Эвер М вы можете получить по телефону 26 67 44 22 или на нашем сайте everm.com. Не знаю, каков ваш выбор и куда вы направляетесь. Могу ответить только за себя. Я за город, потому что тут все. Я за город, потому что там еще больше. Определяйся с ТЦ Моторс и покупай Субару Форестер со скидкой 5000 евро. Полный привод, коробка-автомат, 3 года гарантии и бесплатного обслуживания входят в стандартную комплектацию. Запомни, Форестер со скидкой 5000 евро. В ТЦ Моторс Субару Краста или на ВВВ ТЦМ-ЛВ. Продолжается утро на Болткоме. Мы говорим о театре «Золотая маска». Юлия Лоджман у нас в студии. Мы как раз остановились на том... Ну и, кстати, за эфиром говорили о том, что, в принципе, очень важно, чтобы публика была подготовлена и понимала, на какой спектакль она идет. И вот выбор спектакля часто бывает очень важным. Да, это действительно очень важно, потому что вот сейчас мы говорили немножко за кадром о том, что мы первый раз вообще открываем 14-й фестиваль в Резакне, в Латгалии. В Латгалию первый раз везем фестиваль «Золотая маска». Я очень серьезно думала, что же привести зрителей в Латгалии, потому что, конечно, сразу эксперимент какой-то театральный везти – это опасно. Потому что в регионах, ну, в Лепое, да, там есть театр, там подготовленный театральный зритель. В Энспилсе уже тоже принимают, по-моему, если я не ошибаюсь, восьмой раз фестиваль, и они уже много чего посмотрели, уже есть возможность оценить и сравнить. В Резакне мы ни разу, ни в Даговпилсе ничего не возили. Да, в Даговпилсе тоже есть свой театр, и, в общем-то, он вроде бы развивается в последнее время, и есть определенные успехи. Но и, конечно, есть еще моменты площадки, потому что то, что театр в Лепое драматический, площадка небольшая, в Энспилсе театр Юры Сварты, сцена большая и очень хорошо оснащенная, а Горс – хорошая площадка, но не для театральных постановок. Там проблема по весе декорации. Вот какие-то такие нюансы, и ты должен сесть и думать, господи, ну что же туда так привести, чтобы это можно было сделать такой, чтобы это было по всем городам, чтобы всем было интересно. И вот мы выбрали, на мой взгляд, абсолютно правильную историю – это спектакль «Обещание на рассвете», театр Пушкина по автобиографическому… Да, Равангари, и, кстати, фильм сейчас выйдет, очень хороший, французский. Уже вышел, да, с «Шарлотты Гинсбург», там вот она блистает. Прекрасно, а вот здесь будет блистать Урсуляк и Александра, и Андрей Завадюк, и Урсуляк сумасшедше справилась с этой ролью. Она просто вот… Я хочу сказать, если поставить Урсуляк и вот эту французскую актрису, я даже не знаю, кто справился лучше. По крайней мере, мне было очень интересно смотреть это и другое. Сначала посмотрела спектакль, потом фильм, то есть я вот сравнивала какие-то нюансы, моменты. Мне кажется, некоторые моменты Урсуляк сыграл более сильно. Мне так показалось. Ну, вообще, это один из моих любимых романов, и мне всегда казалось, ну, поскольку это ведь автобиографический роман с внутренними монологами, вот как его можно перенести на сцену? Вот это очень интересно, и я вот советую посмотреть, потому что всё, что хотел сказать автор в этом романе, всё понятно. То есть там не всё, естественно, не полностью… Ну, прослеживается вся сюжетная линия, то есть просто какие-то нюансы небольшие выпущены. Ну, невозможно всё показать в спектакле. Вот. И очень, конечно, я думаю, что эта работа… В общем, мне очень жаль, что мы не везём её в Ригу. То есть её вот нельзя, вот придётся ехать. Да, поэтому мы вообще давно уже делаем театральный туризм. Езжайте в Лепо или в Энспилс на выходные. В конце концов, хватит сидеть дома? Да. Нет, я вам объясню, это не потому, что мы не хотели или потому, что там у нас бюджетных денег не хватило там. Ну, потому что бюджет, во-первых, тоже есть. Потому что театр на так долго не может уехать. На такое время не может уехать определённые артисты, не могут уехать… Представляете, это 10 дней. 10 дней. Три города, день монтируемся, день играем, день переезда. Ну, такой режим, да. Мы как раз здесь вот за эфиром, пока были новости, говорили об отборе, в общем-то, постановок, которые нам сюда привозят. Мне бы, например, тоже хотелось, чтобы, Юль, может быть, ты подчеркнёшь, потому что выбрать из того огромного количества, в том числе и не очень хороших постановок, всё-таки вот найти вот эти вот такие самородки, это не так просто. Во-первых, у нас есть, я уже с года в год это говорю, у нас очень большая проблема с театральными площадками. Потому что то, что ставится на современных площадках, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, ну, абсолютно не встают в Латвии. А в Эстонии таких площадок, нестандартных, но хорошо оснащённых, четыре. А это дело в размере или в чём? У нас нет современного пространства, у нас нет трансформеров, площадок трансформеров на небольшие, там, до 500 мест зрителей. У нас нет блэкбоксов, которые можно трансформировать так, как это делают современные режиссёры, сценографы. Это пространство, когда зрители могут сесть так, могут сесть так, могут сесть так. Юля здесь машет руками просто. Можно яснение. Да, я не слышу. Нет, мы просто вот сейчас хотели, мы ходили, посмотрели современную площадку, вот этот перронс. Сканстас. На Сканстас. Да, Сканстас перронс, будет новая площадка, в августе там открывается, да, там, где вот это длинное-длинное пространство, оно поделено. И не подходит вам? Ну нет, а что подходит, не подходит. Во-первых, у них нету… Современная площадка – это свет, звук, машинерия и возможность сделать расположение зрителей так, как это может быть или амфитеатр, или плоский, который смотрит… Да, то есть, а этого нет. То есть, несмотря на то, что эта площадка современная, она все равно уступает современным. Да, они… Мы спрашиваем, а что у вас тут будет? У нас тут будут конференции, у нас тут будут банкеты и небольшие концерты. Опять театр в пролете. Да, абсолютно. Я просто… Вот вы поедете в Эстонию, у них такие площадки, я не понимаю, ну почему у нас такого нет? Театр Херманиса, да, но они не сдают в аренду, потому что у них своя площадка еще ремонтирца, они все делают там у себя. А когда они переедут там… Не знаю, честно не знаю. Вот, у нас, короче, ладно, у нас очень хорошая, очень хорошая афиша фестиваля 14-го «Золотая Амазка» в Риге, у нас будет МХАТ имени Чехова Сережа, режиссер Дмитрий Крымов, у нас будет совершенно сумасшедший спектакль МХАТ «Мужья и жены», вот это абсолютно буржуазный спектакль, И я вам честно скажу, те, кто не любит чего-то такого экспериментального, сходите, получите удовольствие. Причем все медийные лица тут, и Эмир Верник, и Александр Ребенок, и Дарья Мороз. И вот все, я все правильно рассчитала, честно вам скажу, потому что слава Богомолова, я советую смотреть всем. Значит, те, кто хочет посмотреть современные страсти Шекспир, Кармен, то есть Гамлет, Кармен в одном флаконе, и Махбет, идите посмотрите с училища. Малая сцена оперы, новая сцена оперы в 6 часов или в 9 часов. Театр Пушкина, совершенно потрясающая работа о молодом поколении, сюжет такой, что я говорю... Ну, здесь и название такое, то есть это по-латышски, да, с, нижнее подчеркивание, училище. И вместе это читается, и так можно прочитать более, скажем так, маргинально, но и по-латышски это невозможно перевести. Очень хорошая работа, и ее будет смотреть интересно и молодому поколению, и моему поколению. Мне было очень интересно смотреть и твоему поколению, Жене, в общем, всем нам надо будет. И даже поколению Пеке. Боже мой. Да ладно, я уже... Это что, самое последнее поколение? Да, мы пошли. Олег, для вашего поколения и для моего поколения я хочу сделать заявление. Там будет использоваться ненормативная лексика, но не в больших количествах. Потому что... Но она там гармонично смотрится? Очень. Без этого это было бы абсолютно неправда. Но я хочу сказать, что меня до сих пор два года терзают наши члены консультационного совета. Юля, привези, пожалуйста, уночную линию Ржакова, где играет Юля Пересильд. Я говорю, я все понимаю, друзья мои. Я говорю, ну там же из 99... 100% лексики 99 ненормативны. Это абсолютно гениальный текст, но который написан абсолютно ненормативной лексикой. Ну, так а что же, говорить это не лей мне, пожалуйста, за шиворот расплавленное олово, что ли? Ну, то есть это же... Мне немножко дискомфортно. Вот, я сказала, я очень все это... Но я не смогу. Не смогу я. Меня же не поймет половина населения. Они все равно пойдут. И все равно будут возмущаться. Хотя перед каждым спектаклем Ржаков выходит и говорит, господа, я еще раз очень сильно вас спрашиваю. Пожалуйста, подумайте. Если вы хотите уйти, вот там сидит женщина, она отдаст вам деньги. Пожалуйста, уйдите сразу. Прямо заранее предупреждают. Да, абсолютно. И все равно всегда говорят, нет, мы послушаем, а потом повозмущаемся. А потом повозмущаемся. Лучше бы я ушел. Да, абсолютно. Вот, поэтому я призываю всех заранее все прочитать. Призываю заранее купить билеты, потому что, если честно, у нас уже на несколько спектаклей билетов практически нет. Да, но здесь еще такой момент. Мы были на пресс-конференции, когда «Золотая маска» презентовала свою программу. Значит, осеннюю. И я говорю Юле, представляешь, сколько людей придут на Богомолова, чтобы посмотреть, кто ж там Собчак теперь тусуется. И Юля настолько неиспорченная в этом спорте. Говорит, как? Ну, у него такая постановка. Я говорю, ну, они не будут читать. Они придут смотреть на Богомолова. А кто такая Собчак? Они придут смотреть на Богомолова. Кстати, еще, во-первых, не факт, что Константин приедет, хотя я знаю, что вроде бы такие разговоры есть. Я знаю то, что он едет в Израиль, потому что сейчас тоже будет фестиваль «Золотая маска», в мае он туда едет. Не знаю, дает до нас или нет, но то, что господин Крымов до нас дает, это точно, потому что будет работать со студентами. И я очень надеюсь, что у нас получится шикарная совершенно лекция Смелянского «120 лет МХТ». И если он приедет, это будет, конечно, громадный подарок для всех. Праздник будет, да? То есть это такое дополнение будет для цитровов? Это было бы, я просто очень-очень хочу именно в этом году эти знаменитые лекции об истории МХТ с этими художественными фильмами. Вот нам сейчас надо просто получить разрешение и заручиться, что он все-таки приедет из Америки к нам. И это будет совершенно… А вот в следующем году я хочу Ваню Вырубаеву. Какой все-таки он гениальный. А как мы хотим Ваню Вырубаеву. Какой он гениальный. Вот эти… Я сейчас посмотрела иранскую конференцию на 20-й год. Слушайте, ну я гениальнейший… Ну я не понимаю, как ему приходят в голову такие мысли, такие слова, которые сейчас пробивают всех. У нас не так много времени осталось до конца эфира. Я бы хотела, чтобы Юля рассказала о своих летних проектах. Поскольку летом же… Лето-то быстрее, чем осень. Ой, слушайте, лето… Вообще лето будет очень красиво. Я посмотрела не только… У нас так много фестивалей, такая сильная конкуренция. Но мы решили так точечно сделать какие-то вещи, которые мне нравятся и маме моей понравятся. Знаете, я вот все время думаю, а маме понравится. Туда точно маму не приглашу. Ну вот точно маму не приглашу на концерт Гарика Сукачева. Не поймет. Зато на этот концерт собираются мои дочери. Вот, потому что… Это неудивительно. Да. Понятно. Да и я отсюда. И я с тобой. Моё поколение тоже. Да, я тоже. Я тоже. Я ездила специально в Калининград послушать этот концерт 59-59. Да, с Галанином, с Вороном, с Гариком. Шикарно. Вот там наша публика была, Олег, с тобой. Там такие дядечки с барсетками зажигали на танцполе. А они, между прочим, сейчас самые модные, Юля. 90-е в тренде. Да вообще просто. Даже женщины теперь будут барсетки на бой. Да красавцы все. И просто смотреть приятно, потому что не просто так, а со смыслом же танцуют. А Юля опять пошит руками, кто не видит. Да, да. Вот. И вот 8 июля концертный зал «Дзинтри». Мы всех ждём на этом прекрасном концерте. А 12 июня начинаем мы свой летний концертный сезон. Юбилейным концертом тоже моего любимого исполнителя Леонида Агутина. Я ещё подумала, вдруг Агутин. Смотри, Агутин. Да, да. Вот могут быть у женщины слабости. Вот у меня Леонида Агутин. Ну, видишь, пока это не Стас Михайлов. Не-не-не-не-не-не. Всё у тебя впереди. Во-первых. Джазовая будет там его направление? Джаз у нас будет хибла. Опера джаз. Нет, я имею в виду у Агутина. У Агутина обязательно будет. Да, он же прямо. У него очень хороший концерт. Я была тоже вот как раз осмотрела на его юбилейный концерт. У него очень хорошая история. Он из своих старых хитов и новые, и джазовые. Вот это, я даже не знаю, как это направление музыки назвать. У него оттенок такой. Кстати, мало кто знает. Все воспринимают Агутина. Многие, кто не знает, они воспринимают Агутина как вот хоп, хей, ла-ла-ла и бусаноги мальчика. На самом деле он очень серьёзно. Он с Альдимой Олой же записывал альбом. Да, да. Альдимой Олой, кстати, потрясающая совершенно композиция. И у него, во-первых, конечно, на том юбилейном было очень много друзей. В этом году он сказал, я говорю, вы кого-то хотите пригласить? Он говорит, нет, у вас мне достаточно будет, если придёт Интерс. Интерс, мы с ним пели на моём юбилее в Сочи. Я думаю, это было бы замечательно, если мы повторим. Но вот я надеюсь, что они уже созвонились и договорились, что они там будут прекрасно петь вместе. Вот. И у нас будет очень красивых два проекта. Наш проект, уже, как я говорю, Артфорд и Классика, это Хибла Гирсмава, будет проект оперы джаз, где этот проект уже Хибла несколько раз делала и в России, и за рубежом. Но это джазовая интерпретация оперы, это и оперные арии как таковые, и это будет группа Дагамба, эксперимент тоже во втором отделении концерта. Это будет очень интересно, очень интересно, очень красиво и необычно. И 9 июля, то есть Хибла у нас будет концерт 4 августа, а 9 июля, мы делаем большой гала-концерт, московская оперета, лучшие хиты классических оперет, лучшие хиты советских мюзиклов, изрубежных мюзиклов. Это очень красивая программа, мы специально с Владимиром Тартаковским ее сделали для публики Юрмалы. Я думаю, что это будет такой большой красивый праздник для... Я сама с удовольствием послушаю, но я знаю, что моя мама наконец-то скажет, что я привезла хоть один приличный проект летом. Скажет, Юля, наконец-то, да? Наконец-то. Наконец-то. Да, ну вообще... Вообще, а то уже сколько можно, безобразие вот это все? Пойти некуда. Пойти некуда. Юля, я правильно понимаю, что прежде чем к нам приезжает, вот скажем, ну ладно, спектакль понятный, это все отсматривается, концерты. Ты куда-то едешь, смотришь концерт, думаешь, хорошо, привезу, привозишь еще раз. Нет, ну конечно, это не так. Сначала я думаю, что неплохо было бы это. Я еду смотреть, слушать, общаться. И, конечно, вот эта стратегия на 2-3 года вперед думать, что же мы вам привезем. То есть ты из тех людей, которые утром просыпаются, у меня лазаешь юбилей через 3 года, да, и начинают его искать. Ну вообще, Попсай, это не наше направление, если честно. Но я это просто... Я благодарна своей работе, что если вот мне что-то понравилось, и это по формату может подойти или летний сезон, или осенне-зимний сезон, то, конечно, я очень рада каким-то открытиям, которые мне нравятся, и я считаю, что это можно показать на нашем театральном или музыкальном рынке. Но ведь за 3 года может как раз поменяться программа, то есть артист может вообще записать 3 новых альбома, и вообще то, что было 3 года назад. Нет, ну, во-первых, это обсуждается. Во-первых, это обсуждается. Самое главное, чтобы они понимали, что вот это их дата, это их год, месяц, потому что у многих на 3 года все расписано, и втиснуться просто невозможно. Особенно если это, например, оперные певцы, или там балетные какие-то звезды. Это сложно. И то же самое с театрами. У нас бывают такие форс-мажоры, извините, актриса забеременела. Ничего, себя никогда не было, и вот опять. Да. И вот у нас, например, сейчас в этом сезоне две декретницы будут играть на сцене. Одна, которая только-только, а вторая, которая летом. Понимаете? Нет, вообще у нас классная, конечно, работа, нервная. Классная работа, нервная. Глаз делается по утрам. Но мне очень, мы с тобой говорили, это очень сложно, отсматривать 10 и из 10 получить один какой-то замечательный спектакль, или какой-то проект, который ты говоришь, вот оно, вот это то, что мы можем привести. Вот я всем, всем советую. Приходите, смотрите. Я понимаю, что не всем понравится, это нереально понравится всем. Не 100 баксов. Да. Но мы очень стараемся привести действительно то, что, на наш взгляд, современно, качественно. И, ну, не знаю. Актуально. Нет, эмоции. Все-таки хочется, чтобы какие-то эмоции шли со сцены на тебя, и ты получал, и отдавал тоже. Вот мы, вот, наверное, у нас очень эмоциональная работа. Да вы видим, Юля, мы как-то машем. Да, да, да. Весь эфир руками машем. Мы даже в кондиционер выключили. Да. Да, мы прощаемся с Олегом с вами. Эфир продолжает. Спасибо вам, что я опоздала. Пробки. Всем хорошего дня. Мы здесь спели в эфире. И всем хороших эмоций. Браво.